Организм ребенка устроен совершенно иначе, чем организм взрослого. И считать его уменьшенной копией этого самого взрослого в корне неверно. Почему детям нужен особенный врач? Поговорим об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас целых два дежурных врача нашей скорой телевизионной помощи. Знакомьтесь, пожалуйста, в студии Сергей Феофанов и Илья Лукин. И оба они врачи-педиатры-участковые городской клинической поликлиники номер 15. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Сразу хочу напомнить вам номер телефона для ваших вопросов. 202-11-22. Ну, поскольку два детских доктора, то вопросы, надеюсь, будут связаны со здоровьем детей. Когда я узнала, что в городской клинической поликлинике номер 15 работают несколько, пять или шесть человек, да, педиатров, молодых людей, меня, честно говоря, это удивило, потому что, ну, мне казалось, что в педиатры идут в основном девушки, а мужчины вроде как бы что-то побрутальнее выбирают. Ну, я так понимаю, что выбор ведь не случайен ваш был? Конечно, не случайен. Сначала вот прям, с начала поступления в институт, именно была цель поступить в педиатрию, лечить детей. Вот. С самого детства хотелось еще прям с лет трех, с четырех. Правда? Я считал, что именно буду детей лечить, да? Ну, тогда, наверное, есть повод несказанно радоваться осуществлению детской мечты, да, что на самом деле редкость. Я очень пафосный хочу вопрос вам задать в начале нашей программы. Коль скоро ваш выбор не случайный, наверное, вы думали о какой-то миссии, вот миссия детского врача, вот что это в вашем понимании? Быть на страже здоровья ребенка. В первую очередь. Защищать детей. Да. Защищать от заболеваний или от чего-то еще? Конечно, в первую очередь от болезней. Вот. Но также мы не убираем и фактор социологический. То есть у нас мы работаем и с опеками также. Вот. Поэтому. По-моему, врач-педиатр в процессе программы мы еще поговорим об этом, но на самом деле врач-педиатр с кем только не работаем. И с детьми, и с опекой, и с родителями, и еще много с кем, да? Сегодня, конечно же, каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего доктора. И, ну, время таково, что, в общем-то, можно же выбирать, да? И, знаете, я нашла в интернете пять критериев выбора, правильного выбора детского врача. Да, вот сейчас прямо озвучу вам, может быть, вас это немножко удивит. Ну, первый пункт — это знание английского. Второй — приверженность научной медицине. Третий — партнерский подход в общении. Дальше — фокус внимания не только на ребенка. И последний — комфорт во время приема. Вот что-то вообще, как вы считаете, что-то есть из неабсурдного вот в этом? По поводу знания английского я, честно говоря, не очень. Да, ну, в принципе, здесь все неабсурдно. Знание английского как минимум нужно, потому что подавляющее большинство статей, материалов, они как раз у нас идут на английском языке. Потому что язык международный, и большинство стран как раз выпускают на нем статьи. Ну, естественно, если знаешь английский, ну, по логике родителей, значит, знаешь больше. Ну, по поводу комфортного общения во время приема, само собой. Конечно, куда без этого. Все спокойно, равномерно должно проходить. Каждый прием так. А скажите, когда вы учились во время учебы, у вас были вот эти дисциплины? Как контактировать с ребенком? Как контактировать с родителями? Это же, наверное, еще какие-то психологические нужно навыки осваивать. У нас и психология была, и английский язык, и основы дентологии. Как раз это вот то, о чем мы говорим. Как взаимодействовать с пациентами, как разговаривать с родителями. Вот. То есть это все нам преподавалось в свое время. Ну, хорошо. А вот как подружиться с малышом и как подружиться с подростком? Это, наверное, все-таки разные подходы. И вообще нужно ли дружить с пациентами? Может быть, это и лишнее? В первую очередь мы, конечно, должны соблюдать это правило врач-пациент. Да, дружить, конечно, мы не можем. Но поддерживать хорошее общение обязаны просто. Каждому индивидуальный подход. У нас, если с малышами, игрушки на столах, наклейки, какие-то раскраски. Можно как-то повзаимодействовать с малышом. Спросить, как у него дела. То есть расслабить и малыша, расслабить маму. С подростками тоже очень важно иметь общий язык, потому что подростки уже начинают понимать. Что некоторые проблемы, которые у них могут возникнуть, они стесняются об этом говорить. И если с врачом нет общего языка, он и не скажет. То есть и в нашей практике такое тоже случалось. В моей практике случалось несколько раз, что именно на доверительных отношениях у нас получилось узнать, что именно случилось с подростком. А вот то, что с подростками у вас не очень большая разница в возрасте. Это на что-то влияет? На уровень доверия или может быть? Ну, конечно, влияет, потому что, ну, грубо говоря, мы недалеко от них ушли. То есть и какие-то... Это плюс или минус? Я считаю, что это все-таки плюс. Мы еще не забыли вот это детство, не забыли подростковый возраст, мы не забыли, каково быть именно вот тем самыми детьми. Нам проще с ними общаться. Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня в нашей студии врачи-педиатры участковой городской клинической поликлиники номер 15 Сергей Феофанов и Илья Лукин. И мы работаем в прямом эфире. К нам можно позвонить по телефону 202 11 22. Ну, на протяжении вот тех лет, которые вы работаете, вы, наверное, уже можете составить какое-то представление о том, каково сегодня здоровье наших самарских детей. Оно очень крепкое или, наоборот, слабоватое. Что можно сказать? Ну, здоровье именно... Ну, не только самарских детей, здоровье всех деток, особенно в городах. оставляет желать лучшего, потому что все-таки в городах довольно-таки большие проблемы с экологией. Часто дети ведут малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Ну, вот все вот эти факторы в совокупности все-таки немного подрывают здоровье ребенка, ну, здоровье взрослого тоже. Ну, а с какими все-таки заболеваниями чаще всего обращаются? ОРВИ. Вирусные инфекции, респираторные, да. Часто также обращаются с проблемами желудочно-кишечного тракта. Часто также с аллергиями. Ну, вот, кстати говоря, читала статью у кого-то из педиатров, и там аллергию-то называют вообще буквально номер один, вот, тем, с чем сегодня приходится работать докторам детским. Да, на самом деле так. И с рождения детки получают, например, искусственное питание. Тоже подбирается под каждого индивидуально, потому что могут быть аллергические реакции, высыпания на теле. Может ребенок отказываться от питания искусственного. На самом деле, каждый день в практике встречаемся с аллергиями. Ну, вот сейчас лето, мы чуть-чуть позже, наверное, поговорим про это. А сейчас хочу вернуться к прошедшему учебному году. Как он прошел в плане, были ли вспышки каких-то инфекционных заболеваний? Яркой вспышки ковида вроде бы не было этой зимой, да? Была очень яркая вспышка бактериальной пневмонии, мекоплазменной. Также у нас была вспышка коклюш и кори. Вспышка кори, про нее, наверное, я слышал каждый. В Самаре большая вспышка кори. Особенно сильно страдают детки непривитые. Чаще всего именно заражаются и болеют, чаще всего даже госпитализируются в стационары. Это у нас непривитые детки с корью, с коклюшем. И также пневмония. Пневмония в этом году именно в мекоплазменной этиологии выстрелила. Когда этого никто не ждал. Очень тяжела она в обследовании, потому что она нетипичная. Ребенок может просто покашливать или просто небольшая температура. То есть довольно сложно, довольно трудно прошел вот этот год именно для педиатров. Вы заговорили уже про прививки. Ну вот у нас была очень сложная ситуация во время ковида, когда с появлением вакцины для многих это было прямо таким неким шоком. Мы многие не хотели прививаться. А что с прививками сегодня с детскими, вот с плановыми? Все-таки есть вот эта компания отторжения и нежелания делать прививки? Как-то не утихает она? Не утихает, проблема есть до сих пор. Каждый день проводим беседы с родителями. Есть отказники, проводим беседы, объясняем важность прививок, особенно по национальному календарю основных. Все равно отказываются, не понимают вообще, какие последствия могут быть. Важно понимать, почему именно мы прививаем именно вот от таких вот заболеваний, как в национальном календаре, потому что эти болезни очень тяжело поддаются лечению. Часто бывают тяжелые осложнения, которые вот так же тяжело корректировать. То есть родителям надо понимать, что вакцинация, условные малые риски побочки от вакцинации, они вообще не стоят рядом с теми вот возможными проблемами именно от заболеваний, осложнений этих заболеваний. Например, столбняк, от которого можно заразиться, буквально вот упав, поцарапав коленку. У нас за последние 10 лет в Самаре, в Самарской области, умерло два непривитых ребенка именно от столбняка. Ну, это чудовищная цифра. Да, потому что не могли просто вылечить. А всего-навсего надо было именно вот прививаться. А столбняк входит в национальный календарь? Да, конечно. А от каких именно прививок чаще всего отказываются? Чаще всего от... Да, от всех отказываются. От всех, да. Есть такие, которые полностью отказываются от всего с рождения. Даже от диагностики туберкулеза, от Монту. Да, пробы есть, Монту и Диаскин-тест. Это не вакцина, это просто проба, и даже от нее умудряются отказываться родители, вот, подвергая детей опасности заражения туберкулезом. Ну, а видели вы на своей практике какие-то осложнения от прививок, то есть, собственно, то, чего боятся родители? Лично я не видел. Нет, уже лично осложнений каких-то не видел. Есть реакции на прививки, например, там, однократное повышение температуры. Она наблюдается, это норма, и все, ни у кого ничего не было, никаких осложнений, ничего. Ну, а вообще, странная и загадочная история появления вот этих вспышек кори, про которую все уже благополучно подзабыли, как клюш. Ну, почему загадочно. Ребенок не привит, например, они где-то отдыхали, приезжают, и все. Он заболевает корью, по всему, на весь адрес, на весь дом накладывается карантин, мы туда идем, вызываем всех на прививки, на осмотры. Так это и происходит, просто непривитые дети заболевают корью, и все. И начинается вспышка заболеваемости. И нет достаточной вот этой напряженности общего иммунитета, вот как во времена пандемии у нас было, это то, что вот говорили эпидемиологи, что именно надо достичь какого-то определенного процента привитости населения, чтобы ковид вот этот уже просто не гулял. Вот, сейчас просто идет на понижение у нас и напряженность иммунитета общего и по коре, и по коклюшу, и по многим другим тоже заболеваниям. Поэтому это даже все закономерно. Мы сейчас посмотрим сюжет, который мы сняли в вашей поликлинике, и я так планировала, что у вас будет трое, но сюжет будет про вашего коллегу. Но сначала у меня есть к вам еще один вопрос. Скажите, считаете ли вы проблемой, и вообще есть ли она, то, что сегодня у многих детей лишний вес? Ну да, конечно, это довольно большая проблема. Все чаще детки, ну, родители обращаются к нам в поликлинику, ну и вообще к врачам-педиатрам с тем, что у ребенка лишний вес. Это, в свою очередь, приводит ко многим проблемам со здоровьем. Страдает сердечно-сосудистая система, эндокринная система, нервная система также страдает. Вот, если вдруг такое вот случается, ну, важно понимать, что большинство, подавляющее большинство деток с излишним весом, это не проблемы со здоровьем. Это либо малоподвижный образ жизни, либо погрешности в питании. Поэтому родителям обязательно, если у ребенка есть лишний вес, нужно обратиться к педиатру, нужно обратиться к эндокринологу. Если уже доктора не найдут никакой проблемы, естественно, надо тогда придерживаться рационального питания, надо отдавать детей в какие-либо секции, надо занимать ребенка, чтобы больше физической активности было. Ну, и не забываем про питание. Есть прям пирамида питания, которая показывает, чем именно нужно правильно кормить ребенка, подростка. Вот, это у нас, естественно, в самом начале, это вот самое обширное, это у нас идут каши, хлебобулочные изделия, зерновые какие-то, овощи, фрукты, мясо, животные, растительные жиры. И уже на самом верху это какие-то сладости, это какие-то вот именно мучные изделия. Ну, вы же, в принципе, знаете вот эти самые позиции, по которым как раз-таки происходит набор лишнего веса у детей? Да, конечно, знаем. Дозированные напитки, фастфуд, что дети очень любят на самом деле. А родители, вот, которые все-таки обращаются с этой проблемой, значит, это их беспокоит, они, ну, понимают, что они же сами это допускают, в принципе? Ну, родители тоже контроль осуществляют не 24 на 7 за детьми, особенно если это подросток, ребенок, который учится в школе, вышел со школы, зашел с друзьями, перекусил тут, там, так это и происходит. Ну, и часто бывает, что родители не осознают, то есть приходится с ними разговаривать по этому поводу. Ну, и часто еще у родителей у самих лишний вес. Да, чаще всего. Да, когда в семье любят поесть обильно, то, наверное, дача уже ребенок будет по-другому. Ну, давайте все-таки мы сходим на экскурсию в вашу поликлинику, посмотрим, как работает участковый врач-педиатор. Арби Боков – врач-педиатор. Поступил в медуниверситет, вдохновившись примером старшей сестры, которая сейчас работает врачом-психиатром. Арби рассказывает, что о выборе направления он не пожалел ни разу. В детском отделении Самарской городской клинической поликлиники номер 15 работает уже два года. Перечень задач можно перечислять долго. Это и учет больных и здоровых детей, и лечение, а также диспансеризации. Ежедневно Арби принимает около 30 юных пациентов. Самым сложным считает умение правильно взаимодействовать с родителями. Работа здесь еще и параллельно с родителями детей, которые трепетно относятся к своим детям. Естественно, это нормально. Мы тоже пытаемся к этому с пониманием относиться. Приходится как-то грамотно подходить к этому вопросу с пониманием, правильно все пытаться объяснить, чтобы мама поняла, что в этой ситуации делать и как правильно себя вести, чтобы вылечить ребенка и чтобы, естественно, не навредить ребенку. Вместе с Арби Боковым в поликлинике работают и его одногруппники, и однокурсники. Сегодня все больше специалистов остаются в профессии педиатра. Кто-то, правда, уходит в узкие специальности, но детей лечить не перестает. В этом году Арби Боков стал отцом. Несколько месяцев назад у него родился сын. Врач признается, что родители своих пациентов теперь понимают лучше. Пока педиатр не станет сам родителем, вот я сейчас понял, он не будет понимать самого родителя, почему он так иногда слишком преувеличивает волнение. Потому что это его ребенок, и в тот момент ты, даже будучи врачом, можешь забыть обо всем, чему тебя учили в университете. И как обычный родитель без образования, волноваться о своем ребенке. Отличный специалист мы перевелись, потому что наш врач ушел в декрет, и мы перевелись к нему, потому что отличный специалист. Добрый, отзывчивый, внимательный. В планах молодого доктора закончить ординатуру, но остаться в педиатрии. Ведь быть детским врачом – это призвание. Мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в эфире врачи-педиатры участковой городской клинической поликлиники НУР-15 Сергей Феофанов и Илья Лукин. У нас есть еще немножечко времени. Если остались вопросы, 202-11-22, звоните к нам в студию. А я хочу с вами обсудить то, что сказал ваш коллега. Первое. Он сказал, что если у тебя нет своих детей, то тебе будет сложнее понять родителей. Перед эфиром мы с вами поговорили о том, что детей своих еще пока нет. Сложно ли вам общаться с родителями? Сложно ли вам их понимать? Нет, на самом деле, понимаешь, конечно, переживания каждого родителя, сострадания за здоровье ребенка. Поэтому так же и относишься к ним с уважением, так же и понимаешь. В нашей педиатрической практике чужих детей не бывает. Все свои. Ну, при этом всем известно, что сегодняшние родители – это проблема. Это проблема учителей, это проблема детских врачей. И с ними совсем даже непросто. Скажите, а какие вот эти проблемы? Что все-таки иногда приходится доказывать и удается ли доказать? Тут очень тяжело именно взаимодействовать с родителями. Особенно, когда ты молодой специалист, когда ты моложе самих родителей. Родители приходят в поликлинику и видят молодого доктора. Конечно, у них возникнут сомнения. Здесь просто важно найти подход к родителям. Важно доказать, что ты не просто человек, сидящий в халате, что ты не просто 6 лет просидел в университете, а что ты первоклассный специалист, что ты можешь все объяснить родителям. Можешь объяснить и ребенку, что ты, например, от него там хочешь. И главное, что ты можешь вылечить ребенка. Вот это, наверное, главное понимать каждому родителю, да? Конечно. Скажите, все ли лекарства можно давать детям? Вот ведь достаточно часто взрослые, ну, например, случилось у РВИ, и они начинают лечить ребенка теми же лекарствами, которые прописывали, например, им. Ну, что там идти в поликлинику? Есть, наверное, группа родителей, которые очень тревожные, которые все время, наоборот, бегут к доктору. А есть группа противоположная. Так вот, те, кто не спешат к доктору и лечат детей, ну, как они представляют себе? Ну, нет, конечно, препараты, которые подходят для взрослых, не всегда подходят для детей, наоборот. Важно в первую очередь обратиться к врачу. Врач знает все, что вашему ребенку можно, в каких это дозировках, потому что бесконтрольное применение препаратов, такое наблюдается тоже. Родители дают своим детям вот все то же самое, чем сами лечатся, несмотря ни инструкции, ни показания, ни противопоказания, ничего абсолютно. Такое встречается. Это, конечно, очень грустно. Ну, вот, приходится объяснять родителям и видеть их удивленные глаза, как так, ну, почему это нельзя? Я же пью, и со мной все хорошо. Вот. Такое встречается. Да, родители не понимают, что ребенок – это не просто маленький, взрослый. У ребенка очень много своих физиологических особенностей. Да, то, с чего мы начали программу. Да, да, правильно. Вот, например, тот же самый парацетамол, который вреден в длительном употреблении у взрослого. Ребенку его можно с рождения, потому что у ребенка совершенно по-другому этот парацетамол работает в организме. То есть, вроде как, взрослому это все-таки вредит, а ребенку нет. Много разных особенностей. Скажите, а что все-таки усиливается из-за заболеваний в летний период? Ну, вроде бы, у РВИ-то не должны болеть дети. Что является проблемой для педиатров летом? Кишечные инфекции. В первую очередь, люди ездят в отпуска, изменение климата, все это ведет к водным купаниям, в реках, в озерах. Конечно, глотались воды где-то, где-то чего-то наелись, напились, и тому подобное. Все это ведет к кишечным инфекциям. В первую очередь, они. Вы, говорите, ездят в отпуска. Прочитала такую информацию, что якобы детей до года вообще нельзя возить на море. Насколько это вообще соответствует истине? Ну, это на самом деле спорная информация. Важно родителям понимать, что все-таки перелеты детки очень тяжело воспринимают. Также родители иногда и не понимают, что детям очень тяжело дается акклиматизация. Детки в жарких странах совершенно по-другому реагируют, чем взрослые. У деток совершенно другая терморегуляция. Также не стоит забывать, что все-таки вот эти стрессы, перелеты могут вести к проблемам с животом у ребенка, к проблемам с сном у ребенка, что может даже привести вплоть к госпитализациям. То есть надо обязательно взвешивать все риски. Желательно, конечно, выбираться за пределы своего региона детям от 3-4 лет. Ну да, я думаю, малыш до года явно не горит мечтой побывать на море, полежать на пляже. На самом деле у нас в Самарской области очень много мест, где можно отдохнуть вместе с детьми. Да, к счастью, у нас есть. Да, не меняет климата. Еще вопрос. Скажите, а все-таки какие главные ошибки совершают родители в отношении здоровья своих детей? Ну, из лучших побуждений, конечно же, и как эти ошибки исправить, чтобы избежать... Самолечение. Самолечение. Либо неполное погружение в проблему ребенка. Например, ну не спрашивают жалобы его там, что у него болит, как он там сходил в туалет, не сходил, когда ходил. Тоже это выпускают родители. Все, и... Не обращают внимания на жалобы детей, особенно подростков. Это тоже. Да, заболела голова у подростков, вроде, ну что, да, перестройка организма. И еще, скажите, детям какого возраста нужно повышать, укреплять иммунитет, и как лучше это делать? Вот сейчас лето, наверное, все-таки достаточно удачное время для этого. Это только о малышах речь идет? Нет, конечно, детям любого возраста обязательно нужно укреплять иммунитет. Сейчас летнее время, сейчас самый важный момент в укреплении иммунитета – это у нас и закаливание, это солнечные и воздушные ванны, это у нас полноценное питание, здоровый сон. Ну и, естественно, это у нас вот в полноценном питании – это фрукты, овощи. Сейчас этого в изобилии. Ничего лучше для укрепления иммунитета не найти. Да, обязательно соблюдение режима дня. Да, несмотря на то, что лето и каникулы, и вроде бы не хочется. Ну что ж, будем, наверное, завершать сегодняшнюю программу. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Успехов в вашей непростой такой работе. И оставайтесь с детишками, не уходите из профессии. А со зрителями мы прощаемся ровно на неделю. До свидания. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин